Еще раз вас всех с праздником Пурим, с наступающей Пасхой, с твоей великой душой. Сегодня я очень признательна Лёве, Нёме и Наде, что вы сегодня решили вторую годовщину вашей мамы отметить здесь. Мы в Атланту не могли, конечно, поехать, были очень расстроены этим. Но сюда мы с удовольствием пришли вспомнить и упомянуть вашу маму и, конечно, отца тоже. Ну, что касается моего брата Ошер Акима, я вам хочу сказать, они женились в 52-м году, вот тут сказала Лёвочка. Я родилась в 52-м году тоже. Потом, значит, рождается, ну, на свадьбе я не была, но вот я, мне было приятно слышать, что это было в 52-м году. Вот, и совсем после их свадьбы родился Лёва, Лёвочка, а потом уже и Нёма. Я помню, Ошер Аким к нам, когда приходил, я была очень маленькой, он меня всегда сажал на свои колени и говорил, у него было двое мальчишек. Был Лёва и Нёма. Он, вот, глядя на меня, всё время говорил, «Хами, я, где как, за нам, духтар Зоэ, мамбадигаичи даркорнес». Он всё время это говорил, не уставал повторять. Как он к нам приходил, он обязательно об этом говорил. И потом мы узнаём, через какое-то время, на самом деле, родилась Наденька в этой семье. И Ошер Аким, конечно, получил всё, что он хотел от нашей тёти Раечки. Вот. Ну, я хочу сказать, что на самом деле, я когда училась уже в школе, подрослела, училась в школе, и у меня подруга была Лома. У неё очень была интересная хундулька-мама. Папа, правда, был успех, но мама была хундулька, она эвакуирована была из Сочи. И вот она всё время, когда меня видела, она говорила, «Милочка, твой брат Алексей, ему равных нет. Он такой врач, он такой доктор. Он ставит диагнозы очень и очень правильно, и очень правильно лечит». Вот это вот были её слова, которые она всё время говорила. И у её сына тоже был гастрит, видно, заболевание желудка. И вот она всегда радовалась, что Рахмат Куну Ошер Аким вылечил её сына. К нам очень часто по пятницам всегда и по субботам приходили тетя Рая и Ошер Аким. Приходили, мама всегда их встречала. У нас большая тоже была семья. Мы все радовались, мы все собирались вместе. Швой шабото, родной шабото. И мама на самом деле была всегда очень весёлая, тётя Рая. Жизнь радостная, добродушная. С ней была всегда весело и интересно. Мы радовались, когда приходила семья наша Ошер Акима и тётя Рая к нам домой. Потому что радости нашей не было конца. Мы могли играть вот с Лёвой, с Нёмой, а потом уже с Наденькой. И нам было весело, и никто нам больше и не нужен был, кроме детей. Вот как сейчас Любочка радуется, вспоминает. Вот так я тоже очень ярко вспомнила нашу жизнь в районе. Только я, Лёвочка, с тобой не согласна немножко с тем, что ты говоришь, это был примитивный челек. Нет, он был самый центральный среди всех кишлаков и разных этих колхозов. Это было самое центральное место. Сейчас этот челек уже вор. Вот настолько там было много людей. Ты просто, наверное, был маленький, а я там же три уехали, а мы там остались жить. Вот, там была шикарная вода на вкус. Лучше, чем самарканец, чтобы вы знали. Это было, наверное, святое место. Падал шикарный базар. Родители ваши жили очень хорошо. Вот как Миша сказал, в хороших комнатах, в хорошем доме они жили. Мама всегда была твоя веселая, жизнерадостная. Вообще, я хочу сказать, это, наверное, все-таки чему Айнуро. Рахмат Куна Анима. У нее такие дети были шикарные. И все с хорошим образованием. Рахмат Куна Ашир Акима. Рахмат Куна Юра Акима. Рахмат Куна Маруся. Да, Рахмат Куна Акам Нуна Моя. Который вот. Да, Бахор Рахмат Куна. Вот. Бахор к нам вообще приезжал, не приезжал, приходил пешком. Из Амарганда в челек приходил. И мама его всегда встречала от всей души. С распростертыми объятиями. Она его очень уважала. Потому что он очень хорошо относился. Вот. Ну, Рахмат Куна Тетя Раи, она была... Вы знаете, она сама была радость в этой жизни. Вот рядом с ней находиться, это было радостно. Она была добрая. Она была хлебосольная. Ее двери были 24 часа в сутки, открыты для всех. Кто хочет, пожалуйста, приходите. И очень часто бывало так, что я иду со школы. Если она стояла у ваших дверей, она обязательно меня затащит. В полном смысле этого слова. И всегда у нее было первое, второе, третье. Если это были голубцы, значит, был и борщ, и обязательно компост. Если это был хвоуроган, обязательно какой-то супчик, и обязательно компост. Вот такая была ваша мама. И кто бы ни зашел, она могла делиться самым последним. И всегда с большой улыбкой она встречала. У нее на самом деле... Я ничуть не удивилась, что вот у нее были много друзей в этом... Там, где вы жили, в Америке уже. Потому что на самом деле у нее открытая душа была, чистое сердце было у нее. И все было для людей. Она была дружелюбная. Я говорю, она была такой хлебосольной. По-моему... Коммуникабельная. Да, и коммуникабельная. Вот именно. Она могла со всеми дружить. Она была очень и очень интересной женщиной. И свою жизнь она делала сама, веселой. Даже если было ей тяжело. Она вот своим характером, своим позитивом, она была очень... Характером у нее была положительная женщина, положительная человек. Характером у нее, конечно, это, наверное, чумальный роль. Люди были все высокообразованные. Все очень хорошие, богатые семьи. Все они женились хорошо и красиво. Ну, видите, вот... Это... Такое горе случилось с ее детьми, которые нам всем тяжело выносили. Здесь, на самом деле, вот Светочка... Все. Света! За нее риск! Светочка! Вот мы так же тебя любим, боши и леи. Я везде, где тебя вижу, ты такая же добрая, такая же приятная. Дай бог тебе здоровья. Такой просьбе на... Амми боши, амми боши, амми боши, амми боши, амми боши, амми боши, амми боши. И вот какой я тебя помню, тебе было 17-18 лет, вот такая же ты осталась. Боши, амми боши, амми боши. Рахматкуна, рая, токи моя. Левочка, тебе спасибо, что ты нам устроил. Вот три года назад мы ездили к моей сестре, Рахматкуна, она умерла. И ты нам организовал, что мы посетили вашу маму, я успела ее увидеть, посидеть. Она сразу, будучи уже такой на постели, она стол накрыли, плов приготовили, и салат, и Левочка суетился вокруг нас. Спасибо огромное, что вот я... Говорят, что я ее видела. Я очень хотела, когда я на похоронах у сестры жила, я сказала, я должна обязательно тетя Рай увидеть. И это состоялось. Спасибо тебе большое, спасибо Немочке, спасибо Наденьке. Боже, кто имел. Абро, бошу, ньор, бошу, амми бошу, амми бошу, амми бошу. Спасибо.